Если что-то не так, я только с опозданием в 2 минуты смогу отреагировать. Итак, No Tide Hunter против Mouse Sports. Mouse Sports имеют ферст пик, играют за Radiant, No Tide Hunter играют за Тьму. Это был их выбор, они потому что первые в лобби собрались. Состав команды No Tide Hunter. На пике S4, Solo Mid, Aki, Support, Full Support, Loda, Carry, Admirable Bulldog, Hardline, ну и нету у нас EGM, вместо него Small Ghoulin, тот самый Смагл, который играл в CLG, был их времен, еще вместе с PyCut. Ну и состав команды Mo Sports. Black, Fat, Ako, Kva, Alex, Paz. Что я могу сказать про команды? No Tide Hunter очень сильны, но нет у них EGM. Вчера No Tide Hunter проиграли Empire, но надо сказать, что все игры были достаточно интересные. Что касается Mo Sports, вчера они играли с не самым коллективом, не самым сильным коллективом Dignitas. И надо сказать, полностью провалились, потому что 2-0, буквально там по 20 минут две игры. Были какие-то неплохие местами куски, но не более того, Dignitas оказались сильнее. Я не считаю, что Dignitas это топ-команда, скорее ближе к середничку что-то на данный момент. Поэтому, конечно, такое поражение можно расценивать как не очень хороший уровень Mo Sports. Вот как-то играли они с заменами, там то у них Нина вместо Fata играл, по-моему, то у них Нина играл вместо Black. Было ничего, а вроде собрали свой основной состав и не идет у них игра. Но тем не менее могут, игроки неплохие. Там тот же Black, Кошква себя зарекомендовал хорошо, но... Вот он, Nature Profit для Кошква и Lifestealer. Видимо, для Black, Keeper of the Light, стараются всегда его брать. С другой стороны у нас Magnus и Lone Druid. Короче, не знаю я, почему Мауза не тащат, но объективно не очень хороший у них уровень. Хотя, опять же, это наша дота любимая европейская, где вообще все может измениться, перевернуться в любой момент. Чен от No Tide Hunter. Ну что, забрали они Лон Друиды, забрали Чена и, в принципе, это все, что они хотели забрать. Пробежимся по чатику. Где брешь музыку на время заставки? Музыку. Но что-то я, конечно, сам нашел, но большинство мне присылает один очень добрый человек. В Skype. И очень сильно мне этим помогает, потому что у меня у самого с этим огромная проблема. Ну и вся музыка есть в ВК у меня, я ее сразу же добавляю. Что касается воды G1 Лиги, все еще заливается. Маленькие воды, там 1.30 минут, другой там 50, может быть. Но это для доты не так много. Луна, Shadow Demon, забанен на Маузами. Пак Лишака от No Tide Hunter. И Faceless Void в бане от Маузов. Не хотят они давать этого героя, НТХ. Хотя у Воида достаточно маленький винрейт. Слабоват он. Бан Акаши был последним в этой игре. Ну и Рубика забирают себе Мауза. Кипер плюс Рубик плюс Лайфстиллер. Неплохая линия и для легкой линии. И можно поагрессировать с ней немножечко. Другой вопрос, что там Чен. Ну и против Чена попробую поагрессировать. Время было срезано. По 50 секунд получили штрафные хобби команды за опоздание на игру. Поэтому не так много они имеют свободного времени для размышлений. Но вот No Tide Hunter приходится призадуматься. Что касается программы сегодняшней трансляции, возможно она слегка изменится. И мы посмотрим еще Эйзо Кап финалы. Но возможно и нет. Потому что завтра у нас опять G1 Лига. Реттл Снэйкс играет против Оранж. Неолюшенный Спортс Оранж. И это очень интересный, мне кажется, будет поединок. Мне кажется, Оранжи на данный момент, возможно, единственная команда, которую могут играть на равных с Инвиктос Геймингом. Хотя после сегодняшней игры я в этом сильно усомнился. Все-таки они очень сильные. Эти китайцы. Что с ними делать вообще непонятно. Шторм Спирит. Последний пик Моу Спортс. Ну что ж, оформили они себе профиты на Хардлайн-Влес. Либо на легкую. Оформили они себе Триплу. Есть Шторм. Ну и на Тайтхантер. Возможно, поставит в Эрку фармить. Под прикрытием Чена еще одного саппорта. Медведь пойдет. Да, скорее всего, так и будет. Ну посмотрим, опять же, что да как. Лода берет Гирокоптер. Нет, все-таки фармящий Гирокоптер. СФО на Тайтхан... На Магнус, я извиняюсь. Алекс берет себе Котла. Пас на Рубике. Блэк на Лайфстиллере. Кошкван на Нейчер Профити. Давайте Фата будет играть соло-мид на Шторме. Извиняюсь. С Маглу отдают ВРку. На Чене будет, естественно, Аки. Ну и Адмирал Бульдог на Мишке. Ну посмотрим, как расставятся. Как вообще будут. Как что произойдет. Чекаю я скайппик периодически. Ну и у нас опять стандартная пауза. Перезапуск. Кауты доты. Стандартные темы, короче. Дотерские. Также чекаю, когда зальется ввод. Когда зальется запись игры. IG против ChainStack. Ну пока что-то тупит Ютуб. Он сказал мне, что обработка видео займет больше времени, чем ожидалось. Какая жалость. Будь здоров. Да, да что-то я не сказал, что я заболел. Но вот пару дней назад такое ощущение было, что, знаете, вот перед тем, как ты заболеешь, что вот сейчас долбанет. Слава богу, не долбануло. И вроде все в порядке. Но все равно какие-то последствия есть. Ну да ладно. Лондроид возвращает себе былую славу. Адмирал Бульдог сейчас, наверное, развернется на полную катушку. Ну не знаю, в прошлый раз развернуться ему не удалось. И он затерпел очень жестко. Но вообще Лондроид, да. Популярен. В из-за капи, по крайней мере, тайды всех порвали со счетом 2-0. Ну сильные, сильные. Ну о чем мы говорим. Очень сильные. Опять же, вот те там, та радость, которая была от победы Virtus.pro на дно Tidehunter. Да и на такой еще, уверен, там в третьей игре. Прежде всего, из-за того, что, ну, Tidehunter сильный. Там обыграть какой-нибудь не очень сильный коллектив. Понятное дело, что радости столько не будет. Интересно было бы посмотреть, как китайцы бы играли с такими пиками. Ну не знаю. Я думаю, что китайской доты за эти два дня нам хватило. Ну вот так вот. Вчера хватило нам просто по продолжительности, а сегодня хватило по уровню впечатлений. Ну что я до сих пор так думаю о том, что сегодня увидел. И офигеваю. Медленно, но верно. Ну что ж, начинается у нас игра. Посмотрим мы на то, как закупиться. Фастботл на Магнусе. Аки сразу бежит в лес и купил Смоук. Смагл с Вардом. Танго Регенка. Фрайс Бант у Гирокоптера и тоже немножечко Регена. Адмирал Буйдог идет сразу на свою линию. Снизу Блэк. Блэк на Лайвстилере. Топорик, Щиток. Решили не использовать никакую агрессию. Шторм пойдет в мид. Вот так вот закупившись. Две Мантии. Плюс три к урону. Ну киньте вообще. И того, короче, плюс восемь к урону. У Шторма, что достаточно неплохо. Пятьдесят восемь урона за место пятидесяти. Кошква, пятьдесят четыре урона. И суть по всему. Ну что-то такое. С одной стороны он пойдет в лес. С другой стороны он может быть выйдет на линию. Поэтому взял и веток. Взял и Кларити. И всего понемножку. О, обрабатывается видео. Пошло обрабатываться видео. Ура. Я очень рад. Увидит пенька. Сразу его сейчас будут убивать. Получать экспу. Да есть же. Первые шесть экспы для чена. Шесть экспы лишними не бывают. Никогда. Мы видим, что пас что-то рисует. Подходит кипер сюда. Может будет задувать. Поставил вардец. Да, скорее всего нарисовал пас, что могут обходить. Но вот Айдхантер вот по этой вот траектории. Обходить профита. И убивать его здесь. Опять не дают отвезти пенечком. А, он хочет забанить пенечком. Вот забанить у него получится. Да, получилось забанить. И лишил так. Варочку опыта. Ну, конечно, она его убила, этого пенька. Но это все мелочь. Тем временем Айки сидит в лесу. Шторм все еще первого левела. Формит. Денает. Неплохо. Неплохо все шторма получается. Поставлен вард сразу, чтобы видеть, что здесь происходит. Пошли пеньки отводить. Да, и видимо им это удастся. И что, еще забанит разок? Да, еще разок банит спот. Вот так вот без вардов. Второй раз забанил. Повел крипов назад. И сейчас сразу две пачки будет. Здорово пока что Кошкуай играет. Nature Profit его один из любимых героев, насколько я понял. Ну и Магнус. Магнус пока что против шторма. Ровненько. Пока что более-менее. Котл уходит фармить в лес. Сделал себе дабл стэк. Удачный его закрепил. Сразу получил второй. Нужно брать чакру и наливать себе маны. Да, все правильно делает. Тем временем Адмирал Бульдог очень неплохо здесь стоит. Почти третий левел. Есть у него три крипа. Ну три крипа это не так много. Не дает, не дает бить вышку. Заводит за вышку крипов. Сам очень-очень осторожен. Так, ну и что, Котл будет пытаться ему помешать? Нет, Котл просто сюда зачем-то пришел. Время на самом деле только потерял. Акки. Чекает руну. Телепортирует Магнуса домой. Да, Магнус остался совсем без хп. Его просто телепортирует домой, чтобы он наполнил бутылку. И вернулся как можно быстрее обратно. Иллюзии забирает снизу Котл. Шторм все еще без бутылки, видимо. Да, Шторм только-только несет себе бутылочку. Уже вапнутый куре. Есть у него еще одно танго, которое он скушает. Безусловно. Ой, здесь неудачно. Кошка вап. Смотрите, как хорошо контролит пинками. Получает с них. Получает ими урон с Рокет Баража. И сам остается фуловый. Но здесь, конечно, нужно ему быть очень осторожным. Пауэршот. Не попадает, судя по всему. Поддавили профита. Но надо сказать, что профит отлично отыгрывает. Да, пришел он все-таки на линию. Не стал качаться в лесу. Но разбивает, разбивает МЛЛ длицо флагкэноном. Остается, видите, всего 140 хп. Буквально там на пару выстрелов и пауэршот какой-нибудь. Но запушить не получается. Еще и получает пару орехов лода. Пока что 0-0. Третья минута. Кушква. Ой, Кушква. Пошла ракета, но не умрет он. Да, флэки ему не долетели просто-напросто. Все отлично. Мишка пытался кого-то отвезти. Ничего не получилось. Возвращается Мишка. Блинкует к себе медведя. Что у нас у Блэка? У Блэка 19 крипов. У Лоды 21. Блэк играет через фаст медас. Лода играет через фаст медас, видимо. Ну, либо что-то сейчас купит прям такое. Ну, не нравится мне этот гирокоптер через фаст медас. Ну, просто гирокоптер через фаст медас там выйдет. Ну, в БКБ, да. А у Лайфстилера к этому моменту появится уже Армлет Дезолятор. И он посильнее будет. А вот если бы гирокоптер собрал какие-нибудь барабаны, фейзы и аквилу и пошел бы просто давить, было бы поинтереснее. Как мне кажется. Ну, посмотрим. Пытаются загрызть медведя. Ничего не получается. Нету ни телекинеза, ничего. И забирает все-таки. Еще там Лондруид получает урон. Подпушивают вышку. Здесь, кстати, неплохо можно подпушить вышку. 60 секунд еще медведя не будет. Здорово с ним разобрались. Ровная, очень ровная игра. Пока что Мауза выглядит неплохо. Ну, вот о том, о чем речь. То, что вчера они смотрелись вообще никак, а сегодня они уже Сноудайт Хантер играют на равных. Чен заходит со спины в смоках. Но посмотрите, какой осторожный Кушква. Очень осторожный. Пауэршот разбирает всех крипов, всех пеньков. И, скорее всего, будет размен по вышкам. Хотя... Хотя, знаете, все очень-очень непросто. Посмотрите, сколько орехов поймали. Виндранерки приходится использовать. Виндран запирает ее профит. Это ФБ. Великолепная игра от Кушква. Да, он очень-очень хорош. Что у нас у Шторма? Мэджик Вант выпивает бутылку. Есть у него Боттл. Есть шестой левел. Третий. Электрик Вортекс. У Магнуса покажется Сапог. 25 крипов. Ну, ровно-ровно они играют. Сапог, бутылка, Мэджик Вант. Чен влетел. Профита убили. Чен тэпэшит Гирокоптер. Но Чена уже зацепит. Никуда он не уйдет. Да, Гирокоптер улетает. Чен умирает. Один в один размен. Ну, какой-то очень дорогой профит получается. Мало того, что он забрал ФБ, так сейчас еще тоже. Его пришли убивать и разменялись один в один. Что у нас на хардлайне? Четвертый Лондруид. Четвертый Лондруид. Почти пятый с Крипстатом. Десятка против Лайфстилера, у которого 30. 30 и, кстати, купил Лайфстилер себе Сапог. Что интересно. А вот так вот. Он уже купил себе Мидас, но не может его привезти. Какой бред. Собрал на пятой минуте Мидаса, и он к нему прилетит на седьмой вообще. Да, дикая бредятина. То есть успел уже после этого нафармить себе и на Сапог, и Мидас уже есть. Мог бы принести себе рецепт, нафармить на Перчатку и минуты на две, мне кажется, раньше. Ну, не на две, если, то на полторы точно. Ну, вот сейчас доезжает к нему Мидас. Посмотрите на тайминге. 6.30. Это быстро все равно, но... Можно было уже второй раз его юзать. Магнус. Врывается. Реверс Полярити. Хорошо. Шекл не попадает, и Шторм идет. Ну, стан! Стан! Хорош, Аки. Молодец. Кентавра подконтролил. Да, Чен Атаки пока неплохо отыгрывает. Очень-очень тайминговый стан, иначе просто бы ульт потратили в никуда. 40 на 40 по крипам ровно идут. Что Кэри, что Соло Мидеры. Смотрите, 40 у Кэри, по 34-33 у Соло Мидеров. Котл 16, Чен 19, Профит 15. Адмирал Бульдог очень ровная игра. Невероятно ровная игра. Но Рейдинг чуть-чуть ведут. Что у нас у Герокоптера? Герокоптер купил себе ПТ-шку, купил себе Аквилу. Ну, вот это интереснее. Ой, пошел Фортификейшн. Ну, не даст забрать. Ну, и сейчас просто Рубик ее заденает. Хотя... Нет, Рубику тяжело будет. Он поднимает. Воздух нужно денаить. Ну, мог заденаить Рубик, но он... Но не стал этого делать. Тем временем, Пуш на Миде с Котлом, Профитом и Штормом. Неплохо. Выравниваются. А, ну правильно, полторы тысячи, потому что вышку забрали. Магнус дает ТП. Мишка выбегает из леса. Сетка хорошая, хороший Чен атаки. Фоксит сейчас котла, котел живет. Чен. Последний удар Чену остается. До Чена Шторм не дотягивается. Зря он сюда блинканулся. Чен продолжает контролить крипов. Отпивается и Чен умирает. Но Шекл. Маны нету у Шторма вообще. Бутылки нету. Медведь копай, копай медведь. Медведь не копает. Магнус забегает с другой стороны. Выпивает стики. Есть мана на ТП. Корни. Нужно давать ТП. Нет, здесь все. Ну и опять получилось, что Аки хорошо разменялся. Да, убили Аки, но разменяли его на Шторма. Ой, сейчас могут встрять. Могут встрять. Есть Кьюэр у Магнуса. Магнус. Использует стики и уезжает на Скьюэре. Здорово. Кипер взылает. Дает на качечку. Волна попадает по Блэку. Блэка прикапывает Лондру. И ты Блэк в таверне. Минус соло мид, минус кэрри. Очень плохо для Маузов. Ну вот, кажется, сказывается. Вот это вот. Вот это их все-таки игра, которая вроде бы местами неплохая. Но по факту все плохо у них. Да, они спушили вышку, но они потеряли соло мидера. И потеряли жернючего кэрри восьмого левела. Хорошая волна. Ульт Нейчер Профита. Отвозят. Реверс Полярити. Неужели убьет? Убивает. Здорово. Последняя тычка. 40 хп остается у Магнуса. Какая игра от СФО? О, и здесь Алекс. Очень битый Алекс, но нету ничего его забрать. Да, битый Коттл. Битый Рубик. Чуть побольше осталось бы хп, осталось бы мана. Просто пошел бы Магнус и убил бы этих двух саппортов. Ну и так неплохо. Убил Шторма. Ну что ж, пока что игра просто отличная. Может сейчас немножечко дрещать микрофон, не пугайтесь, сейчас это все исчезнет. Смагл. 0-1, 10 крипов. Сапог Magic One. Да, у Смагла все не очень. Ну и вообще, преимущество вот было то, что по золоту за счет спушенной вышки улетучилось все за счет неудачных разменов, а по опыту так вообще ведут. Ну и Магнус. Магнус, 9-й левел на 10-й минуте. Помните сегодня? 15-я минута. Даггер. 10-й левел, по-моему, или 8-й левел. 8-й левел был, да, по левелу поменьше. И Аркан Ботинок. Здесь, конечно, суммарно примерно такая же стоимость на 10-й, но это соло-мид Магнус. Те, кто не поймут, о чем я, ну, посмотрите воды в G-лиге, как только залились. Те, кто понимают, те, кто смотрели. Точнее, понимают все прекрасно. Мидас, ПТ-шка, 1000 монет, лайфстилер. Что у нас у Гирокоптера? Гирокоптер у нас не умирал. Ну и у него Маджиквант, барабан осталось дособирать на самом деле. Это все мелочи. А, барабаны уже есть, рецепт на Маджиквант есть, а 3 веточки у него есть собор? 3 веточек нет. Возможно, это не его рецепт на Маджиквант. Да, это Смаговский. Профит летит за спину с лайфстилером вместе, лайфстилер вылезает. Гирокоптер дает ульту, пытается, пытается выжить. Хил от Чена, Гирокоптер живет. Фантастика, 15 хп. Тут же минус Нечер Профит. Подтягивается Смагов, добивает руками. Рубика. Реверс Полярити. Отличный Реверс Полярити. Шторма нужно убивать, Шторм уходит, остается у него 100 маны, получает пауэршот. Все, у Шторма кончается ман, он получает шекл и минус. Фантастика. Фантастическая игра от команды No Tide Hunter. Ну что ж, отмечаем вот этого парня, который подождал до самого последнего момента, но в итоге разультился как раз в тот момент, когда Гирокоптер был еще жив, но его уже перестали фокусить, потому что все там. Ну, у него остается 10 хп, долетают последние там нюки, ну, с запасом, казалось бы, убиваем. Нет, входит хилл Чена, Гирокоптер спасается. No Tide Hunter. 4-0-2 Магнус. Сейчас купит себе даггер. 11-й левел уже есть. Да, здорово. Здорово играют тайды. Ну, остается буквально один спот зафармить. Вот этот вот, да. Сфо говорит, ребят, я зафармливаю, не против? У меня как бы даггер. В другом культурном городе. В инвизе. Лода. Купил себе барабаны. Точнее, донес. Конечно, здорово его гангали, но... О! О! Хорош! Хорош, просто хорош. Там был щиточек, конечно, по мелочи. Лода убивает курьера. Ну все, полное преимущество команды No Tide Hunter в этой игре. Ну и у них еще медведь запасной такой, который еще не выходил с транквилами, с фейзами и джекстиком. Все по мелочи накупил. Магнус даггер. 11-й, 12-й уже Магнус. Шикарно. 13-я минута. Хороший тайминг для Магнуса. Но с 4-0-2 не мудрено. Да, сейчас на стриме как раз момент убийства гирокоптера. Хочу альтабнуться, посмотреть просто на реакцию. Все в шоке. Все просто в шоке. Ну что ж. Несколько у нас успокоилась игра. После того, как получили преимущество в полторы тысячи. Там где-то в 6 тысяч опыта. Ну плюс-минус. И гирокоптер уже подходит к БКБшке. Да, здесь я, пожалуй, думаю, спешить некуда. Все прекрасно. Хороший пик. Осталось только реализовать. Шторм. Покупает себе Пауэртретс. Есть у него 2 талисмана. Конечно, 1-4 Шторм. Да. Не какущий. По факту. Да и, в общем-то, Магнус, он все-таки должен был хотя бы немножко переиграть на линии. Все, лон друид. Вот как встала здесь линия, так она и стоит. Адмирал бульдог фармит. Он начал, проигрывая лайфстиллер очень серьезно. Ну, понятное дело. Но сейчас он доберет. Арба, щиток, фейсбутсы. 1400. Что-то сейчас дособерет. Контролит мишкой причем. Стэкает гирокоптер сам себе. Крипов. Фат никак не может себе принести ПТ, потому что нету куры. Пас. С арканцами. Кашква. Мидас. Ну, в 2 Мидаса будут играть. 1800, сапог, Мидас. Котел фармит меку потихонечку. Ну и лайфстиллер подходит к армлету. Вот уже вплотную. Магнус. 13 левел практически. Уже будет 3 импауэр. У Чена подходит мека к нему. Да, есть уже баклер. У Чена практически готова мека. Все, вот сейчас 250 монет осталось. Адмирал бульдог что-то купил. Ага. Собирается тоже в армлет на медведя. Игрокоптер тем временем там фармит эншентов. Ну, фармить особо негде на лайнах. Это опасно. А на эншентах можно спокойно посидеть. Тем более он себе их стекает. Куда-то еще отходит в перерыве. Судя по всему. Шторм забирает ДД. Но до сих пор ПТшки нет. Луда, посмотрите, прожимает ПТ на ману. Потом ПТ на гилити. И стреляет флэк. Ну, все, в общем-то, остается пару эншентов. Нэчер Профит забирает Виндранер. Ой-ой-ой, как неудачно. Ворвали здесь снизу на ВР-ку. Хорошо, хорошо, вылетел Шторм. Забирает Доминейтинг Магнуса. Забирает ВР-ку. Ну, вот такие моменты, конечно, нужно очень аккуратно исполнять. Видите, как получилось? Кстати, Блэка не видно здесь. Получилось, что подрасслабились немножечко. Магнус уже здесь. Выкупился Магнус. Не, ну СФО, по-моему, зря это делает. Там, хотя, может быть, без него и не задефили. Выходит Адмирал Бульдог. Готов Гирокоптер влетать. Ну что, нужно нападать. Но напасть не могут. Все, отходит отсюда. В итоге Магнус выкупился просто в никуда. Очень важно с 4-0 не превратить это все в 4-2, там 4-3. Потому что это уже будет очень плохо. ТП-ш, ЦВР-ка. Смагл, Фейзы, Смагл, Мэджик Ванк. И есть Ринг оф Редженерейшн. Очень скромно. Гирокоптер пошел хорош. Флеком хорош. Привязала Профита. О, да. Ну вот подобные моменты вчера от Моу Спорта я видел. Красивый очень. Тем временем, отличная Реверс Полярити сверху. И забирает Шторма вместе с Рубиком. 5-1-3. Очень-очень хорошая своевременная драка. Снизу забрали Профита. Сверху забрали двоих. И опять, ну, Тайт Хантер возвращает себе доминацию. Причем полную. Как бы не сильно-то они ее и отдали. Хотя нет, отдали. И достаточно прилично. Сейчас вернут. Потому что сейчас еще и заберут вышку. Надо было СФО прыгать за котлом. Надо было прыгать. 1700 армлет. Формит быстро. Сэндж купил себе лода. Вот это интересный момент. Ну да, конечно. С Ченом все спушивают. Отходят спокойно. Минус еще одна вышечка. Еще тут немного пофармили. Лайфстилер сидит очень осторожно в лесу. У него нападали. Можно. Шторм цепляет гирокоптера. Лайфстилер сзади подходит. Не убьет. Да, еще такой шекл профилактический. И гирокоптер уходит. У него Сэндж. ПТшка на силу. 1700 хп. Его пробивать очень тяжело. Интересный билд через Сэндж. Хотя, в принципе, здесь всего два стана. Как таковых. И сборка просто на хп. Она не такая уж и плохая. Кошкваш, Shadow Blade себе уже купил. Но вот он неплохо себя по-прежнему чувствует на вот этих вот на чир-профитах. Потеряли две вышечки. При этом спушили тоже две. Но Тайт Хантер. Но получше у них ситуация. Как-то выглядят они поувереннее. Вот это преимущество в опыте. Но ни в коем случае нельзя вот такие вот отдачи делать, как они сделали наверху. Сэндж и Яша будет у гирокоптера. В принципе, она уже есть. Да. Сэндж и Яша. Давно не видел я этого итема. Уж на гирокоптере так точно. Ну, видимо, потому что в паблике я не так часто играю в последнее время. Ну, интересно. Будет гирокоптер очень мобильный. Сэндж и Яша. Один из самых таких артов, который дает много скорости перемещения. Там, получается, Яша дает 10%. А сэндж и Яша, по-моему, 12. Ну, немножечко, но больше, тем не менее. Ну, вот они сэндж и Яша. Да, 12 к скорости передвижения. Шанс замедлить. Ну, такой интересный достаточно артефакт. Гирокоптер получается очень-очень мобильный. Плюс есть барабаны. 432 мовспида. Вот так вот, без включенных барабанов. Неплохо. Лондруид. Прикопал. Кошква. Кошква терпит. Кошква терпит, но отпускает его. Хватает. ХП. Виз длится достаточно долго. Лот продолжает фармить эншентов. Мне кажется, зря сбавили обороты на Тайтхантер. У них все было хорошо. Шли бы и потихоньку поддавливали. Зачем давать профиту и Лайфстилеру фармить? Зачем? Чтобы потом они бесконечно сплитпушили. Чтобы потом на этого котла было нереально напасть. Из-за того, что он уже очень сильно раскачанный. 3600. У Лайфстилера практически готов дизоля. Если это будет дизолятор, конечно. Умка Хелберт собирает из-за нового фикса. А какой новый фикс? О чем вообще идет речь? Я читал вчера Чинжлок, но я что-то про Хелберт ничего не видел. А, ну хотя я героев читал, я не икорр. Лайфстилер просто дпшится отсюда, от греха подальше. Ну и ракета следует за ним. Лода настреливает, настреливает. Тут, кстати, был вопрос, зачем игроки вот так подшагивают. Это привычка, ребят. Привычка на первых лвлах, потому что в варике так можно было чуть быстрее атаковать. На самых-самых первых лвлах. Магнуску покупает себе Гост. 14-й лвл. 15-й лвл. Вкачивает. Заветный плюс. Пауэр, Баттл Край. Ульт Нейчер Профита. Да, попробуй их запушить. Там же Нейчер Профит в ответку со штормом лупарит вышку. Нет, все-таки слишком много урона. Ох! Такой взрыв. Магнус. Не решается Магнус врываться. Да, тем более, что отменил ТП. Гиры просто отправили домой. Магнус уходит. У Магнуса 15-й. Разменялись вышку на вышку. Тир-2 на тир-1. Чен со своим зоопарком, с Мекой, с Арканами. С Магла практически готов в Форстав. Ну как же медленно он фармит? Очень медленно. Что у Лондруида? У Лондруида будет, видимо, Башар. Да, купил себе вот этот вот поясок. Есть Джавелин. Остается ему до Башара 50 монет всего-навсего. Можно будет подстанивать Гулю. Неприятный дизейбл. Как раз-таки против Гули это очень-очень хорошо. Блэк. Хотят, видимо, на кого-то напасть. Доминатору Гирокоптера. 2-0-2 пока что Лода играет. 5-1-3 Магнус. Мы видим, как контролируют визуально. Вот эту часть карты. Ну, практически половину... Скажем так, вот эта такая нейтральная территория получается у нас. Нижняя часть, в принципе, контролируется. Но туда тоже. Просто так не добежать. На Рошана заходят игроки команды No-Dive Hunter. Смайл пропал. Ну, я не знаю, может, в ВП пошли тренироваться, потому что у Инесса я спрашивал. Он говорил, что тренировки у них сегодня запланированы. Как раз-таки использовать выходные дни, чтобы как-то сыграться. Все-таки состав не до конца еще сыгрался. Отлично уворачиваются от Иллюминейта. Ну и, скорее всего, заберут сейчас. Да, забирает Айгис гирокоптер. 2700 у него. Ну и отлично. Все очень-очень хорошо. Магнусу нужно 16-й левел получить. Ну, что-то осталось. Всего ничего. Лондроид к 15-му подходит. Ему, конечно, тоже хочется, но ему не так важно. Ну и что у нас гирокоптер? Гирокоптер 3000 ровно имеет. Очень мобильный пик у Моузов. Вот этот шторм, который пока отыгрывает, это не важно. Вот этот вот профит, который действительно неплохо смотрится. Лайфстиллер может залезть внутрь. Лайфстиллер фармят. Рейдж прям использует, чтобы докрепить как можно быстрее. Тут же уходит куда-то еще фармить. 2000. Наверное, в кирасу будет выходить. Ох, профита поймали. Ну да, тут все. Профита поймали, профита растерзали. Очень здорово. Никуда он не смог уйти. 300 экспы не хватает Магнусу. Буквально 300 экспы до 16-го левела. Ну и пока никуда он не идет. Вот пас, купил себе даггер. Мекка у котла. Ну фармят Моуза. Вот посмотрите. Вот они были 4000. Шикарные преимущества. А сейчас как-то уже не так-то все здорово. Ну вот сейчас пойдут пушить вышку. Одну, конечно, снимут. Хотя фортификейшн. Магнус врывается. Непонятно, на кого врывается Магнус. На Рубика, видимо. Который что-то у него украл. Да. Эмпауэр украл Рубик. Минус первая вышка. Пошла волна. Очень хорошо уворачиваются от Иллюминейта. Только Мишка его получает. А Мишка там что, под ДД что ли? Где он? Нет, не под ДД. Он просто светится фиолетовым от Армлета. Но не более. Покупает Гипперстоун. Блайндин Лайт. Поднимают Гирокоптера. Бесполезно. Ну а Егис. Убирать его тяжело. Игл уже появляется у Гирокоптера. Да, сейчас с такими артами ты вообще его попробуй убей. Без БКБ даже. Шторм уходит спокойно. Ну и приходит сюда Мишка. Две вышки спушили безответно. Нейчер Профит там тем временем был в таверник. Потому что как раз его удалось забрать. И сейчас, кстати говоря, могут неплохо попытаться забрать Профита. Профиту нужно уходить. Да. Что он и делает. Хоминг Миссл. Летит за ним. Не успела войти она в инвиз и взорваться в пустоту. Я помню, где-то был видос, где ракет было очень-очень много. Ждет, ждет он вот ракету. Ну и ТП-шится обратно тут же. Форстаф есть у Чена. Форстаф есть у Верочки. И что это у нас? Похоже на Пайп от Магнуса. Да, скорее всего это и будет Пайп. И с Пайпом уже зайдут. Шестнадцатый левел у Магнуса. Шестнадцатый левел у Лондруида. Гира вообще семнадцатый. Купил себе Гост. Это будет Этериал. Такая очень прочная сборка. Четырнадцать тысяч имеет Лода. Но Лоды... Не, все правильно. Лайфстиллер не отстает от Лоды. Ну, Демон Эдж. Ну, тоже неплохо расфармлен, надо сказать, Лайфстиллер. Продает Мэджик Вант. Покупает себе ТП. Профит сверху. Лайфстиллер снизу. Кто-то фармит Лиса. Ну, и никак не удается Тайдам выйти в еще одну какую-то атаку. Но я думаю, следующая атака может быть уже последней. Потому что впереди отступать некуда. Позади Москва. Позади Эншент. Потеряют первую сторону. Без первой стороны будет тяжелее гораздо отбиваться. Ну, что у нас по золоту? По золоту вышли где-то в шесть тысяч преимущества. А по опыту в десятку. Неплохо. Но не сказать, что по такой игре, мне кажется, должно быть больше у No Tidehunter. Гораздо больше. ФПС, говорят, маловато. Сейчас посмотрим. Ну, возможно, я где-то табаюсь. Обязательно посмотрю, что там и как. Блэк и Фата. Пушат сверху кошка ВА. Ну, а Кипер и Рубик будут это все защищать. Отлично. Пауэршот, иллюминейт. Поднимают Медведя, дают ему Бландин Лайт. Но теряют вышку. И уходит уже защищать. Медведь, может, слишком быстро грызет. Ну что, это минус Барак? Да, это минус Барак. Минус Барак разменен... Ну, Барак и Вышка разменены на две. Ух ты. Шторм. Пытается зацепить Чена. Да, Шторм, конечно, не важнецкий сыграл. Но Медведя убьют, безусловно. Сто голды получит. Кентавра тоже. Кентавр дает стан. Ну и Профит тоже добивает одного. Не хватило Профита и Лайфстиллер, на самом деле. Просто зайти и продать суммонов двух Чена. Просто с Медасами прилететь, продать Кентавра и какого-нибудь там Савуха. Все. Уже пушить было бы тяжелее. Хотя, конечно, я сомневаюсь, что здесь были бы шансы выиграть эту Драку. Не, шансы-то были, но сомневаюсь, что выиграли бы. Купил себе МКБ Лайфстиллер. А, это Башер, вот так вот. Он купил Башер, Демон Нэш. Какая-то странная сборка. МКБ решил не покупать. Возможно, увидел, что там Этериал и подумал, что МКБ ему не нужен. Может быть, может быть, он и прав. Кирасул он, Друида, тем временем. Да нет, тут вот первую сторону спушили. Но у Тайдхантера все делают по плану. Спушили мид. Теперь пойдут пушить еще какую-то сторону. Возможно, через Рошана. Нет, Рошана еще долго ждать. Наверное, пойдут быстрее. У них на миде еще Тир-2 стоит. Все здорово. Да, конечно, активности от Блэка вообще ноль. Он только фармит. Только фармит. Ну, посмотрим в итоге, будет ли от этого толк. Пришли к Профиту. Профит сагрил крипов. И ушел. Мелстром у Профита, чтобы быстрее еще отпушивать линии за счет молнии. 4200 сверху. Хорошие, хорошие. Золото. Шторм. О, сбивает ему ТП. Манта нету больше. Магнус поднимает воздух. Что-то у него своровали. Магнус сразу прыгает. Ой, какой урон с Этериала. Ну и просто волной порешили Шторма. Да, вот это вот то, чего не должно быть. О, а там Гирокоптер же. С Саши Яшей. Шекл. Вовремя Блэк включает рейдж. Но Гирокоптер бьет очень больно. Замедляет. Но Лайфстилера ранил Сэнджоум. Он тоже замедлен. Пауэршот. Рубик. Куда запрыгивает Рубик? Да, Рубик просто отступает. Минус Блэк. Ну и отличный момент, чтобы просто зайти сейчас по Миду и сломать. Или сбэкдорить даже. Да, с Кирасой, с Медведем сбэкдорить. С Эмпауэром можно. Пошел Батл Край. Бэкдорит. Нужно Фортификэйшн врубать. Врубает Фортификэйшн. Еще 5 секунд вышка поживет. Чен тем временем подпушивает Мид, чтобы если что снять Бэкдор защиту. Блайндин Лайт. Нет, слишком много урона. Слишком много урона. Да, Медведь сбэкдоривает вышку. И Бараку он гораздо быстрее выносит. Тем временем Профит пытается снести что-то сверху. Ничего не получается. Точнее, вышку-то он снесет. Но туда уже должны выезжать. Чена поймали. Чен, наверное, умрет. Нет, Чен успевает дать Мекку. Чен дает ульт. И уж Тарма заканчивается мана. Здорово. Магнус убивает Нейчер Профита тем временем наверху. Ну все, это ГГ. Минус 2 стороны. Потеряли Профита 2 раза. Нет, потеряли Профита. Потом потеряли Штарма. Потом потеряли Лайвстилера. Потом еще сторону. И остается последняя сторона. Тут уже тяжело будет. И опять потеряли Профита. Очень тяжело. У него, кстати, почти на Хекс. Почти наварил себе на Хекс на Чен Профит. Так, сейчас быстренько альтабнусь. Посмотрю ФПС. Что там у нас с ФПСом происходит. Да, реально. С ФПСом какие-то неполадки. Попробую ХСПЛИТ перезапустить. Дотку перезапустить. После этой игры. Может быть, вылечится. Хекс есть у Штарма. Ну, вот какие-то первые активности. Но, по-моему, уже слишком поздно. Да, тут Котла, тем более, просто разносит. Шекл, ракета. Грызут Гирокоптера. Магнус врывается. У Магнуса нет РП. Гирокоптер умирает. Мека поздно. Тут же выкупается. Нужно его как-то возвращать назад. Ну, в принципе, с Блэком и так справиться. Да. Магнус уходит в ГОСТ. Ну, размен кэри на кэри. Гирокоптер, тем более, выкупился. И сейчас будет реверс полярить. Магнус спокойно отбивается дома. Забирает Аегис Гирокоптер. Или что? Или не Гирокоптер. Что продаст? Барабаны продает. Забирает Аегис. Очень много у него агилити. Очень. Хекс появляется у профита. Но я боюсь, что здесь... Да, здесь Чен еще сразу пошел на перерез. Буквально несколько минут у нас осталось до конца игры, как мне кажется. Если все грамотно проведут сейчас. Грамотную атаку. 6.16. Но Тайтхантер близки к победе. После этой игры, еще раз вам говорю, появится... Ну, будет стоп-старт. И перезапущу я дот. Перезапущу я эксплит. Чтобы пофиксить проблемы с фпс. Что украл? Украл волну. Неплохо. Файтбол. Пошел файт. Внимают медведя. Останет Симонов. Медведь, кстати, неплохо пробит. Лайфстиллер влетает. В кого? В лоду. В лоду Аегис. Реверс Полярити. Очень хороший. В двоих нужно отвозить. Шекл. Хороший в профита и Рубика. Да, профит просто встанет. Представляет всю драку. Лондруиды убивают. Где лайфстиллер? Лайфстиллер грызет очень больно. МС-4. Подняли нам гирокоптера. Видимо, все прелести этого героя. Лайфстиллер уходит на фонтан лечиться. Тем временем гирокоптер. Мисс, 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 мисс. Нет, все нормально. Справляется гирокоптер. Ну и остается снести последние бараки. А, бэкдор защита отключена. Поднимают в воздух Чен. Остается последний барак лайфстиллера. Просто убивается Дэрил Блэйда. ГГВП пишут команды. Ну что, я тогда не буду задерживаться. Сразу ребутну доту, ребутну стрим. У вас, по идее, должен стрим с небольшой задержкой появиться. Но не две минуты, там меньше. И будем наслаждаться следующей игрой. 1-0, No Tide Hunter повели. Спасибо. 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 Спасибо.